Детская молочная кухня В январе 2011 года, после многолетнего простоя и капитального ремонта, молочная кухня возобновила свою работу по старому адресу на улице Энгельса. Открытие с нетерпением ждали малыши и их родители. Когда начали делать ремонт, мы просто все были очень рады, потому что когда стоишь, ждешь, ожидаешь по времени. И очень холодно, а теперь вот открыли, тепло, заходи, жди с детьми. Но молочная кухня вообще для детей, я даже не могу вам сказать, как. Это дети, это все лучше детям. Продукция, которую выдают в детской кухне, нас вполне устраивает, потому что все свежее, все качественное. И ребенок наш это с большим удовольствием употребляет. Реконструкция предприятия обошлась городской казне в 12 миллионов рублей. В помещении полностью заменили вентиляцию, систему водоснабжения, электропроводку. Теперь здание кухни отвечает последним техническим и, самое главное, санитарно-гигиеническим требованиям. Еще на 3 миллиона закупили оборудование – автоклавы, холодильники, электроплиты. Организованы лаборатории, которых когда-то раньше не было. Для того, чтобы сегодня очень высокие требования к качеству продукции. Для того, чтобы, вы знаете, были случаи, когда в других городах, чтобы не допустить распространения какой-то инфекции, то здесь лаборатория, которая контролирует качество и продукции, которая выпускается, и то молоко, которое поступает сюда. С момента открытия поток родителей не прекращается. Спрос на продукцию растет с каждым днем. Вот смотрите, это шелочная кашка, кукурузная и рисовая. Устраивает вас такая? Если раньше молочная кухня города могла предложить только сухие адаптированные смеси, то сейчас ассортимент продукции намного шире. С 26 января этого года курских детишек кормят продуктами собственного приготовления. Объем производства с момента открытия вырос в несколько раз. После открытия мы постепенно вводили производство собственной продукции в зависимости от раздаточных пунктов. То есть сначала мы подключили Сеймский округ и постепенно все раздаточные пункты нашего города. И если на 1 февраля мы производили собственной продукции где-то 200 порций, то сейчас на сегодняшнее число у нас получается 1000 порций. Команда хрупких девушек может производить в день до 5000 порций. Потенциал огромный, спрос обещает быть соответствующим. Современное оборудование делает процесс приготовления молочных продуктов максимально быстрым и удобным. Мы готовим из натурального молока, не из восстановленного, в чем выясняется ценность нашего продукта, определенной жирностью 3,2, определенной кислотностью и определенной плотностью, при соблюдении температурного определенного режима и при соблюдении определенной технологии. Анна Шумакова пользуется услугами молочной кухни с момента ее открытия. Продукцией доволен не только ее ребенок, но и сама мама. Полгода, когда исполнился ребенком, стала ходить на молочную кухню. Впечатления очень хорошие. Продукция хорошая, вкусная, пробовала даже сама. Каждый день с 12 до 14 часов молодые мамы и папы приходят за лакомствами для своих чат. Прежде чем забрать очередную порцию детского питания, необходимо сдать пустую стеклянную тару. После этого можно смело получать в окошке напротив свежую готовую продукцию. Здравствуйте, Ломакин. Стандартная порция детского питания – это бутылочка кефира, бутылочка молока и порция творога. Количество продукта зависит от возраста ребенка. На данный момент молочная кухня Курска снабжает детским питанием около 500 семей. Раздаточных пунктов 8. Они есть во всех районах города. В Семском округе их три, на Северо-Западе два, по одному на улице Союзной, Хуторской и Ломоносова. Рекордсмен по выдаваемому детскому питанию – раздаточный пункт на улице Энгельса. Когда мы открывались, у нас было, ну, 20 человек. Сейчас у нас уже в районе 40. Хотя прошло только месяц. Курск, если не единственный, то один из немногих городов области, где малоимущие семьи имеют возможность за счет бюджетных средств кормить своего малыша детской молочной продукцией. Более 10 миллионов рублей выделяется в год из-за бюджета на продукты питания и содержания молочной кухни. Если на одного члена семьи приходится менее 5 120 рублей, то есть это сегодняшний прожиточный минимум, как по Курской области, так и по городу Курску, соответственно, право у него появляется. Свидетельство о рождении ребенка, справки о составе семьи и доходах родителей за последние три месяца – это неполный перечень документов, необходимых для оформления права на бесплатное получение продуктов с детской молочной кухни. Но прежде всего нужно получить направление от врача-педиатра. Направление на молочную кухню выписывается поликлиниками, детскими поликлиниками по месту жительства. При наличии направления, при наличии заявления одного из родителей и при наличии решения комиссии о признании семьи малоимущей, или нашей комиссии, она у нас в межведомственном составе комиссии, семья имеет право на бесплатные молочные продукты. Никите Гаврилову 6 месяцев. С детским творожком и кефиром он еще не знаком, но мама уже оформляет необходимые документы для того, чтобы получить эти продукты на молочной кухне. У подрастающего богатыря аппетит отличный. Мы кушаем овощное пюре, фрукты, овощи, печенье. Также мы на грудном склад кармим они пока. Творог, молоко, кефир. Приучать к ним ребенка начинают в полгода. Малышей постепенно готовят к приему взрослой пищи. Сначала до 6 месяцев мы выписываем адаптированные смеси. Затем 6 месяцев на молочной кухне детки у нас получают кефир, творог. С 7 месяцев мы вводим молоко, а также с 6 месяцев сухие каши. Свежие молочные продукты малышам необходимы. В их пользе мама Никиты не сомневается. Молочной кухне и ее продукции она доверяет куда больше, чем магазинам, торгующим детским молочным питанием. Она и свежая, и полезная, и с свободностью. Как бы сразу берешь и кормишь. И каждый день будем брать и кормить. Они повышают иммунную систему, улучшают работу кишечника. Также они содержат бифидобактерии, лактобактерии, которые необходимы для формирования иммунитета ребенка. Задача педиатра – организовать правильную схему ведения прикорма для малыша, посоветовать маме, как разнообразить рацион ребенка, рассказать, что и в каких количествах давать крохи. Короб можно смешивать с яблочным пюре или с бананчиком, чтобы ребенок хорошо его переносил. Будет нормализация желудочно-пишечного пищеварения, лучше будет в туалет ходить, регулярнее, без всяких заборов. Адаптированное детское питание – это способ подготовить организм ребенка к принятию взрослой пищи. Молочная кухня обеспечивает свежими продуктами малышей в возрасте до двух лет. Сегодня ее услугами пользуются пока только малообеспеченные семьи. Но скоро приобрести здоровое детское питание смогут все желающие. Редактор субтитров А.Семкин